Здарова, народ! Сегодня у нас опять вождение, как ты видишь, да? Сидит курсант Реваль, меня зовут Ренат, я работаю инструктором. Где-то вот там на приоре, видишь, да? Ездит Ильдар. И у нас утро, утро четверга, и мы приехали на полигон. Короче, ребят, такой вопрос органов управления автомобилем. Запомните на всю жизнь, что переключатель коробки передачи, это не коробка. Сама коробка где-то там под двигателем. Это просто переключатель передачи. Вот ручник, да? Мы все отзываем ручник. Это не ручник, это стояночный тормоз. Но, блин, все привыкли к слову ручник, поэтому ручник. Поэтому коробка. Коробка в положении 1, коробка в положении 2. Понятное дело, что переключатель переключаешь просто по разным нумерациям. Дальше. Руль. Ребят, это не руль. Это рулевое колесо. Сам руль, такого вообще понятия просто нет. Руль это на велосипеде может быть. И то это вся полностью система управления автомобилем. Так. То есть, но люди обзывают руль. Да? Все просто. Руль. Дальше. Стеклоочистители. Ну, мы же не будем говорить. Включи, пожалуйста, стеклоочистители. Оп. Все, поехали. Мы будем говорить дворники. Правильно. Ну, так же проще. Ух, какое там. Так проще. Ну, и звучать будет приятнее и на слух, да? Вообще, просто обратить внимание на слово дворники проще, чем на стеклоочистители. Потом, идем дальше. Подрулевые переключатели. На самом деле, поворотник. Вот мы все привыкли говорить слово поворотник. Нет, ребят, это не поворотник. Поворотник это лампочка сама, которая в фаре спереди и в фонаре заднем сзади. Это включатель, указатель поворота называется правильно. Ну, что торопишься, не торопись. Дорога ад. Дальше. Стеклоочиститель. Включатель стеклоочистителя. Работает в режимах каких-то, да? Потом. Что еще тут такое особо из органов? Газ, ребят, газ. Нажми газ, инструктор всегда говорит в видео. Нажми газ, да? Ребят, какой газ? Машина ездит на бензине. Откуда взялось слово газ? Давай вот разберемся вообще. Слово газ означает, что ты нажимаешь на педаль акселератора. На самом деле педаль называется педаль акселератора. Остановись перед элементом. И происходит впрыск в камеру сгорания газовой смеси. Смесь состоит из бензина и воздуха. Поэтому его в простонародье кличут газ. Дальше, ребят, машина никогда не заводится. Заводится девушка, собака дома заводится. А здесь нет. Двигатель. Он запускается. Если вам инструктор говорит, заводи машину, но он тоже так, да? Как я, скорости может переключать, и нормально это. Поэтому, да, двигатель запускается, машина не заводится. Потом. Машина не заворачивает. Потому что заворачивают кишки или заворачивают подарки. Но никак не машина. Машина выполняет поворот. Хотя бы поворачивает, будет правильно звучать. Потом. Все прекрасно знают, что спереди у нас фары, а сзади фонари. То есть задние фары, такого нет. Есть задние фонари у машины. Почему фонари? На этот вопрос ты мне напиши комментарий, пожалуйста, ответ. Почему фонари называются? Вот такой небольшой видеоролик, посвященный именно, так скажем, сленгу, что ли, инструктора, который говорит, крути налево, крути направо. Что крутить? Правильно. Руль. Что такое руль? Это рулевое колесо. Все на самом деле очень просто. Кстати, заметь, у него имя Реваль, да? Классное имя, уже достойно лайка. Ну, ты понял, да? Ты же понятный. Вот так вот. Поэтому, если, например, вот я смотрю, бывает еще вперед чуть-чуть, каналы других инструкторов, там тоже, да? Там первую, вторую, скорость, передачу, руль крути, дворники включи, там поворотник активируй, там и так далее. Ну, просто это так проще говорить. Мне будет сложно сказать в момент какой-то там, в момент движения в городе, где-то там на кольце, либо при въезде с кольца, или выезда, выезда, как правильно, напиши в комментарии, при выезде с кольца говорить, поставь, пожалуйста, первую передачу, поставь вторую передачу. Это долго. Я понимаю, что есть первая космическая скорость, вторая космическая скорость, да? Но сказать слово скорость будет проще. И я уверен, каждый человек поймет, про что я говорю. Вы, ну, все же понимают, крути руль, слово. Да? Ну, никто же не говорит. Выкручивай рулевое колесо. Кстати, рулевое колесо крутится налево-направо, до упора. Там упор. Конец может быть у веревки, у нитки, но не до конца. А до упора. Там упор. Ну, вообще, вот таких вот понятий, так скажем, их очень много. И, да, некоторым девочкам, например, они, ну, там, курсанты девочки, там, школьники еще, да? Но они не знают, что слово упор, например, есть. Кстати, если ты знаешь, как называется значок вот LADA, да, обычно, который находится на облицовке решетки радиатора, это не решетка радиатора, это облицовка, которая прикреплена к бамперу, видишь, вот много слов, да? Ну, мы же не будем говорить облицовка радиатора. Мы скажем решетка радиатора, так проще. Так вот, на вот этой решетке радиатора есть значок. Как правильно он называется? Подумай, напиши. Написал, отлично. Он называется шильдик. Вот я своим курсантам говорю сразу, чтобы шильдик стоял напротив колышка, то есть машина должна стать ровно, парковочный, в карман, просто в боксе. То же самое, как и гараж, да, но нет элемента такого, как гараж. Есть элемент заезд в бокс, но ведь его обзывают гараж, и люди же понимают это. Вот так вот, вот такой небольшой вот ликбезик, посвященный вообще словам, сленгам, названиям. В автомобиле утро, четверг, в голову пока лучше ничто не заходит. Да, я ношу очки, у меня плюсовое зрение, но я не всегда в очках хожу. Субтитры сделал DimaTorzok